Я взял музыкальную тему. Она имеет большое значение для вас, как для студентов, как для будущих режиссеров, возможно и для фотографов, тех, кто занимается вот у нас на среднем образовании. О том, какое влияние оказывает музыка и звучание на детей и подростков. Зачем, собственно, там нужна музыка, кроме привлечения внимания зрителей. Значит, тема у меня, сразу обращаю ваше внимание, не качество музыкального текста. Качество музыкального текста – это очень специфическая тема и тема, в которую мы не уложимся ни в какое время. Для качества музыкального текста существуют десятки параметров. Даже, наверное, больше, чем десятки. Разработать шкалу для оценки качества музыкального текста не то, что довольно сложно, но она может быть совершенно огромной и она очень специфическая будет. Мы оцениваем именно разнообразие, музыкальное разнообразие. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, методика. Всегда в каких-то исследованиях научных, культурологических мы обозначаем методику. Собственно, что, каким инструментом мы измеряем. Я разработал линейку на основе классического музыкального анализа, вернее, оглядываясь на классический музыкальный анализ, я разработал линейку, по которой мы можем ориентироваться и которой мы можем измерить, собственно, музыкальный текст, разнообразие музыкального текста. И качество исполнения. Качество исполнения тоже очень немаловажный момент. Вот сегодня на первой паре мы с группой Триера слушали замечательную нашу певицу Инстасамку. Вот. Я даже не знаю, как там и чего там мерить можно. И какую линейку надо придумать, чтобы вот все это померить. Значит, здесь у нас совершенно по-другому. Что это вообще за линейка? Не-не-не, мы пока остаемся. Что это за линейка? И что, собственно, я измерял? И какие ограничения существуют в этой линейке? Теперь можно на следующий слайд. Этой линейкой невозможно измерить, собственно, качество музыки. Если мы берем музыкальные произведения или ставшие культовыми, и которые остаются культовыми до сих пор. Это вот у меня тут, в пример, Rolling Stone Satisfaction. Она вообще никуда здесь не влезет. Она никаких баллов не получит. Ну, то есть, получит что-то там меньше десятки. Если мы возьмем там Black Sabbath Paranoid, с которой, собственно, во многом начался хард-рок и в какой-то степени хэви-металл, она тоже не влезет ни в какие вот эти вот измерения. Тем не менее, эти произведения до сих пор остаются наиважнейшими в современной музыке. Если мы возьмем мою горячо любимую Софью Азгатовну Губайдулину, вот есть у нее произведение «Семь слов Христа», есть концерт для баян и инструментов, они тоже не влезают в, собственно, в эту линейку. Почему я Губайдулину здесь упомянул, именно Губайдулину? Потому что она писала музыку для анимационных фильмов, и если взять, например, роскошный наш сериал «Маугли», музыку написала именно Софья Губайдулина. Но померить вот этой линейкой мы не сможем. Значит, почему? Потому что эту линейку я разработал для измерения такой достаточно узкого направления музыки. И для измерения чисто количественных показателей. В классическом музыкальном анализе нет бальной системы, там нет никаких чисел, мы не ставим оценки в музыкальном анализе. А здесь, ну, для того, чтобы более просто и более объективно, что ли, измерить, более доступно, не объективно, конечно, а более доступно измерить, я ввел, присуждаю баллы за каждый там пункт. Значит, какие у нас основные параметры этой линейки? Значит, структура музыкального произведения, то есть количество частей. Значит, что я учитываю, что не учитываю. Это, опять-таки, не классический музыкальный такой подход, где там простая двухчастная, сложная двухчастная, трехчастная форма. Значит, здесь я каждую часть, которую мы можем выделить, учитываю за единицу. Я не учитываю какие-нибудь вставки, там, в два-три такта. Звучит там сложная сбивка или там сложный переход какой-то. Естественно, мы не учитываем в качестве такта. Но если звучит там пять, шесть, семь тактов, то это вполне можно учесть за отдельную часть. Мелодическую линию учитываю. Ну, здесь я дальше там расшифрую, что именно в мелодической линии я учитываю. Там несколько параметров есть. Гармонию. Развитость гармонии. Даже не сложность гармонии, а ее развитость. Ритм. Это то, что проще всего посчитать. Это вот ритм. И, ну, тут тоже несколько таких параметров есть. Аранжировка. Качество и развитость аранжировки. Исполнение. Качество исполнения. То, как, грубо говоря, прозвучал голос. Дал ли человек петуха или исполнитель заставил звучать на 100-200%. И стиль. То, что очень важно. Не просто удержаться в одном стиле. Мы можем использовать несколько стилей. Но мы должны делать это органично. Естественно, тут много чего не вошло в тот же самый ритм. Я не ввел полиритмию. Там много-много-много чего. Там полифонию не вводил в мелодические линии. И много-много чего другого. Дальше. Значит, выбранная тема к сериалам. Что я выбирал? Самые популярные из всех сериалов. Значит, следующий. Атака Титана. Ну, и все знают эту музыку. Дальше. Токийский, да. Причем я его искал не как токийский гуль. А как токийский гугль. Вот. Значит, для сравнения к ним. Я взял музыкальные темы. Давайте посмотрим, что я взял. Для сравнения. Нет, 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 нет. Они по линейке не пройдут. Я взял волшебника изумрудного города. Я взял белку и стрелку. И я взял роскошного совершенно музыканта английского Сила. Вот. И Сила я взял не просто как великого исполнителя и такого блестящего аранжировщика в том числе. Но как человека, который написал песню, которого использована к одному из фильмов про Бэтмена. Вот. Kiss for my roses. Я сравниваю похожее с похожим. Как я сравниваю и что за музыкальные фрагменты я сравниваю. Я не сравниваю то, что звучит только в опенинге. Более того, в Белкие стрелки и в Волшебники изумрудного города звучат небольшие инструментальные фрагменты. Я взял целиком песни и в токийском гугле и в Белкие стрелки. Я взял целиком песню по-честному и всю проанализировал. Я сравнивал на слух. Но я не поленился и нашел, оказывается, все ноты есть в свободном доступе. Я посмотрел клавиры, естественно. Вот. Значит, я не рассматривал по клавирам. Я просто сверился свое ощущение от прослушивания. Сверился с тем, что вот в нотах записано. Значит, я не сравниваю по тональностям, потому что по тональностям сравнивать бессмысленно. Ну, я пояснение такое делаю. Потому что, например, силу проще всего петь в до-мажоре и ля-миноре. Голос так устроен. Из-за строения голосовых связок, из-за строения голосового аппарата вообще происходит ориентировка на, собственно, на те тональности, которые используют музыканты. У кого-то там три бемоля, у кого-то два диеза, кому-то там в ре-мажоре легче, кому-то там в ми-бемоль мажоре. Так что, ну, просто удобство исполнения, не более того. Здесь никакого особого интереса нет. И при этом, значит, здесь довольно много модуляции. Но это мы дальше увидим. Давайте дальше. А! Почему наших нет? Потому что наши не то, что за деньги нет, не публикуют ноты. Потому что это жлобьё, оно не может выслать раньше, чем через неделю, когда ты оплатишь. Я поражаюсь просто. У меня вот цензурных слов нет. Сил вывешивают бесплатно. Японцы вывешивают бесплатно. А у нас почему-то вот эта вот безмерная вот эта вот монетизация. Ну, переходим, значит, к некоторым результатам исследований. Значит, структура. Ну, вот смотрим, что у нас получается. Значит, у нас табличка здесь. И каждому присуждается какое-то количество баллов. Значит, по количеству частей музыкальных. Но, опять-таки, линейчное измерение. Чем больше частей, тем больше баллов я присуждал. Значит, опять-таки, это может быть несправедливо по отношению к качеству текста. Потому что, скажем, тому же Black Sabbath я бы присудил. Вообще бы ничего не присудил. За Paranoid. За Aking Get No Satisfaction тоже бы ничего не получили здесь. Потому что одна часть, простая одночасная форма у них. Значит, есть и русские произведения, можно повспоминать такие. Ну, роскошные наши произведения есть такие. Тоже простая одночасная форма. Ну, вот посмотрим, чего там у нас получилось. Значит, Евангелион. Атака Титанов. Пять частей. Три балла. Значит, Токийский Гуль. Пять частей. Три балла. Волшебник Изумрудного города. Ну, извините, два притопа, три прихлопа. Две части. Значит, Белка и Стрелка. Две части. Ну, по одному баллу Волшебнику Изумрудного города и Белки и Стрелки. И Сил. Четыре части. Два балла. Повторяемость. Повторяемость это то, что создает не только запоминаемость, но и то, что говорит о том, что композитор последователен. Если мы послушаем наше все Иоганна Себастьяна Баха, того человека, который, собственно, построил современную музыку, мы увидим, насколько часто он повторяет. Свои темы. Если мы возьмем Петра Ильича Чайковского, мое личное все, мы тоже увидим огромное количество повторений. Не постоянное вот это повторение, а он возвращается, он умеет и знает. Поэтому мы, собственно, и присуждаем какое-то количество баллов. Здесь у всех, в общем, все неплохо, кроме Волшебника Изумрудного города и Белки и Стрелки, где две части, которые все время чередуются. Ну, это просто вот очень грустно слушать. Вот. Давайте следующее. Следующее. Мелодическая линия. У нас здесь довольно много параметров. Как оценить мелодическую линию? Вот именно померить. Наличие интервалов. Разных интервалов. Вот мы смотрим. У Евангелиона. Два. У Атака Титанов. Ноль. Ну, потому что там совсем тоскливо. Токийский Гуль. Два. Там просто очень хорошо. Волшебник Изумрудного города. Несмотря на то, что он очень такой, ну, простенький, да, тут тоже нормально с интервалами и очень гармонично. Много разных интервалов. Белка и Стрелка. Сил. Ну, у него, помимо всего прочего, помимо его таланта, помимо совершенно волшебного голоса, у него еще идут постоянные отсылки к английской средневековой музыке. Он очень образованный человек. Вот. И отсылки такие хорошие по делу. И, естественно, он использовал большое количество интервалов просто как очень интеллигентный образованный человек. Значит, дальше слитность. То есть, есть ли у нас пробежки по нотам? Есть ли у нас какое-то развитие в гаммах, да? Самая красивая мелодия, написанная вообще человеком, это Петр Ильич Чайковский. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Просто гамма. Но Чайковский ее так сделал, что, извините. И вот смотрим, что здесь у нас по слитности. Тоже Евангелиона один балл, атак Титанов два балла, атак Искигуль два балла. Волшебник изумрудного города два балла. Белка и Стрелка два балла. Потому что там тоже есть. Вот. Хотя она и, конечно, очень тоскливая. И сил два балла. Наличие опиваний. Можно было бы штрафные баллы ввести за излишнее количество опиваний. Но так как здесь никто излишне не опивал, в общем, я не стал вводить. Значит, Евангелионы, атака Титанов ноль баллов. Потому что там атак Титанов, например, это очень пафосная музыка. Безмерно пафосная музыка. Это же просто вообще за пределами что-то. А, значит, Токийский гуль, ну, скажем так, там пара опиваний есть. Токийский гуль блестящая музыка. Я потом скажу свое эмоциональное отношение. Вот. Волшебник изумрудного города. Извините. Белка и Стрелка тоже извините. А сил? Ну, он, собственно, этим живет. Значит, здесь вот у меня первая такая графа, где обозначены штрафные баллы. Потому что за простоватость надо штрафовать. Потому что простота часто хуже воровства. И когда люди выходят и делают заказуху, они получают у меня, во всяком случае, отрицательные баллы. Евангелион минус два балла. Атака Титанов. Ну, вот, да, они нормально проехались. Токийский гуль, естественно, ноль баллов. Волшебник изумрудного города. Что здесь банально... Что такое банальность? Когда с первой ноты вы знаете все, что будет дальше. Вот все, вам не нужно уже слушать эту музыку, вы все знаете. Вот, отрицательный, Белка и Стрелка, Волшебник изумрудного города, Евангелион. Все там понятно. Следующую. Спасибо. Значит, гармония. Это то, что, собственно, меня очень интересует и всегда интересовало. Простота и сложность гармонии. Я не ввел нескольких здесь еще показаний таких. Например, сложность гармонии, прикажащейся ее простоте. Вот, если кто-то играет на фортепиано и пробовал играть куин, у них вроде все просто-просто-просто-просто. Потом садишься. О, и как? И куда? И что он делает-то? А воспринимается это очень просто. Значит, вот здесь я по гармонии, собственно, ну, это я не стал вставлять. Значит, я прошелся. Опять-таки, вот штраф у нас за банальность гармонических последовательностей. Банальность – это, значит, постоянное использование, грубо говоря, трех блатных аккордов. Кто у нас получил отрицательное значение? Евангелион получил. Потому что очень банально. Потому что это использует вот во всех прикостровых песнях это используется. Значит, получил волшебник изумрудного города, потому что есть там простецкие обороты. Там есть нормальные обороты, а есть простецкие обороты. Белкая стрелка. Ну, там вообще вот все просто вот, вот они вот у костра сидели и пили. Значит, правильность, последовательность, правильность голосоведения. То есть, нет параллельных квинт, кварт, там, ну, вот, всего вот этого безобразия. Значит, то есть, параллельные кварт и квинты тоже можно использовать. Берем, там, в современной музыке тем более. Берем Дипеопол, самый знаменитый, играет с параллельными квартами. Вот. Но ничего страшного, они ввалились с этим делом в историю музыки. Тем не менее, значит, это вот все явно не Дипеопол. И я посмотрел, у них ни у кого нет ошибок. У них все, в общем, правильно. Вот, в Евангелионе, ну, да, Евангелион отличился, да. Там где-то, я уже сейчас не вспомню. То есть, можно там посмотреть, нотки разобрать. Значит, обилие гармонических оборотов. Насколько мы используем разные раскладки аккордов? Насколько мы используем разнообразные звучания? Ну, вот смотрим. Евангелион 1, Атака Титанов 2, Токийский Гу-Гль 3, Волшебник Изумрудного Города 1, Белкая Стрелка 0, там, туши свет, конечно. Сил 3. Значит, наличие отклонений и модуляций. Это спорный пункт, потому что и отклонения, и модуляции не являются какими-то там суперобязательными такими элементами. Отклонения – это изменение тональности и возвращение в нее. Модуляция – это отклонения с закреплением в тональности. Значит, ну, вот смотрим, у кого чего. Ну, это очень здорово украшает музыку, очень здорово дает развиться драматургии в музыке. Смотрим, у кого чего. Значит, Евангелион 1 балл. У них, по-моему, там, да, 1 балл я присуждал за отклонение, 2 балла за модуляцию. Значит, «Атака Титанов» 2 балла, «Атакийский Гугль» 2 балла, «Волшебник Изумрудного Города» 1 балл. Я прям удивлен был. То есть, там вот композитор действительно по-честному куда-то скаканул, потом вернулся, все там нормально. «Белка и Стрелка» ну понятно, они про такое не слышали. Значит, «Сил» у «Сила» нет модуляции. Вот ему неудобно с модуляциями в этой песне было. Он сделал одну модуляцию. Значит, «Септаккорды». То есть, опять-таки, мы говорим не о качестве, а о сложности и разнообразии. «Септаккорд» дает разнообразие и сложность. Значит, тут у кого они есть? У «Вангелиона» есть, в «Атаке Титанов» нет, в «Токийском Гуле» есть, в «Волшебники Изумрудного Города» тоже есть, в «Белки и Стрелки» нет, у «Сила» тоже нет. Значит, и «Штраф» из «Банальности» говорил. Давайте следующий посмотрим. «Ритм». Значит, «Ритм». Если бы мы рассматривали Иоганн Себастьяновича Баха, то Иоганн Себастьянович Бах получил бы тут минус где-нибудь. Я бы специально для него нарисовал бы отрицательную шкалу. Но Иоганн Себастьян Бах был 300 с лишним лет назад, уже музыка как-то развилась с тех пор. Значит, в «Ритме» можно ввести огромное количество шкал. И «Ритм» это то, что даже вы, не заканчивая никаких музыкальных учебных заведений, можете сами посчитать, что, собственно, там есть. Даже там, не зная нот, ничего, просто вот взять и посчитать. Там, где сможете посчитать. Некоторые вещи я, например, посчитать не могу. У «Токийского Гуля» там просто очень хорошо. Там не просто сложные ритмы. Я дремтеатр научил, меня считают сложные ритмы, а там суперсложные ритмы. У «Токийского Гуля» там по полной программе, вот это вот. То есть, там матрок такой нормальный. Значит, вот смотрим, что там развитие в ритме. Что такое развитие в ритме? Начинаем без барабанов, заканчиваем литаврами и там совершенно такой полиритмией. В «Евангелионе» – ноль. Атака «Титанов» – один. А «Токийский Гуль» – один. Ну, я единичку здесь ставил. Ну, эти по нолям наши и сил – единица. Смена ритмов. То, что очень интересно слушать. Когда идет один ритм, потом вдруг начинается другой ритм. Да, тоже можем посмотреть. В «Евангелионе» этого нет. В «Атаке Титанов» – два. Там действительно такие смены. Значит, в «Токийском Гуле» – два. В наших нет. У «Сила» есть. У него идет смена 6 восьмых на 9 восьмых. У него там несложно все это. Значит, четный ритм. Я не стал вот эти вот смены четного ритма на нечетный ритм. Просто вот есть четный ритм. Нет четного ритма. Есть там нечетный ритм. Значит, мы же оцениваем не «Прок-рок» какой-то там очень сложный, и не «Мат-рок», а мы оцениваем все-таки опенинги. Значит, и вот наличие. Везде есть четный ритм, кроме «Сила», потому что там все кратное трем четвертям идет. И нечетный ритм, значит, в «Евангелионе» нет. Значит, где есть? В «Атаке Титанов» есть, в «Токийском Гуле» есть и тот, и другой ритм. Интересно, когда есть и тот, и другой, когда они меняют друг друга. Значит, разнообразие сбивок. То есть, это значит, что когда мы переходим от одной части к другой, когда мы переходим, грубо говоря, от припевов к куплету, когда мы переходим от «Сола» к «Вокалу», мы не слышим одинаковые сбивки. То есть, барабанщик играет разнообразно. Ну, вот смотрим, «Евангелион» 0, там машина вообще работает, там неинтересно. «Атака Титанов» 1, там есть какие-то сбивки. «Токийский Гуль» 2, у наших 0. Ну, там они только сбиться могут с ритма, а не сбить ничего. Вот. А «Усила» 1. Вот. Ну, «Усил» на это и не налегал. Просто по определению. «Драйв» звучание. Что такое «драйв»? «Драйв» – это не классическое музыкальное понятие. «Драйв» – это понятие, которое пришло к нам из джаза. Оттяжка. Оттяжка по звучанию. Ее слышно. Ее даже можно посчитать. Ну, смотрим. Значит, в «Токийском Гуле» есть «Драйв» и у «Сила» есть «Драйв». Наличие синкоп. У всех есть синкопы, естественно. Все прихрамывают, когда считают. Следующий. Аранжировка. Что мы, значит, рассматриваем здесь? Развитие. Ну, мы смотрим, где есть развитие. У «Японцев» есть в «Атаке Титанов» и в «Токийском Гуле», значит, и у «Сила» есть. У «Европейцев», да, у «Сила» есть. Значит, количество инструментов. Сколько инструментов звучит в аранжировке? Неважно, каких. Живых или электронных. Значит, ну, смотрим, да, максимально два балла. «Евангелион» – один, «Атака Титанов» – два, «Токийский Гуль» – два, «Волшебник изумрудного города» – два. «Белка и Стрелка» – один. «Волшебник изумрудного города» – я бы пять поставил здесь. Вот. Значит, «Усила» – два. Ну, там одних гитар четыре штуки у него звучит. Там у него все хорошо. Живых гитар. Значит, живые инструменты. Я отдельно ставил здесь баллы, значит, и писал, у кого чего звучит. Значит, в «Евангелионе» я что-то не услышал живых инструментов. Вот. Значит, «В «Атаке Титанов» – одну гитару». Услышал «Живую». Значит, «Живая» – это не значит акустическое. «Живая» – это значит, в «Живую» человек за струны дергает. Или «В «Живую» человек там в дудку дует. Значит, «Токийский гуль» – ну, там играет полноценная прок-рог-группа. Вот. Что тут говорить? Три балла максимальное количество. Значит, «Волшебник изумрудного города» – вот надо было им больше поставить, потому что там полноценный оркестр играет. Значит, «Белкая стрелка» – три балла поставил. Ну, гоп-состав, но все-таки живой. Вот. Значит, «Усила» – да, там куча гитар. Ну, тоже «Живой» состав такой. Дальше. Разнообразие. Ну, кроме наших, у всех хорошее разнообразие. Значит, наличие астенатного баса. Это я как рокер ввел, может быть, и не надо было вводить. Значит, это такой повторяющийся бас, и у нас может меняться гармония, мелодическая линия, а мы стоим на месте. Иногда это звучит просто потрясающе здорово. Это очень много используют такие прогроковые группы, как «Генезис». Ну, вот такие составы. У Пинк-Флойда это и есть. У Пинк-Флойда есть такое произведение «Мидл», называется. Вот. Оно все построено на астенате на этом. Вот. Значит, наличие астената в Евангелионе есть, в токийском гуле много. Ну, естественно. Значит, звуки синтезатора. Качество использованных звуков синтезаторных и их обработка. Это может быть иногда сложнее, чем работа с живыми инструментами. Потому что сделать так, чтобы синтезатор звучал, во-первых, непохабно, во-вторых, чтобы он звучал объемно, глубоко, и в-третьих, он звучал уникально и узнаваемо, часто гораздо труднее, чем записать оркестр. Ну, вот, смотрим. Значит, и, естественно, я оставил тут и отрицательные оценки. Значит, у Евангелиона минус три, ну, там просто гармошка звучит. Ну, это невыносимо, это неприемлемо. Значит, «Атака титанов». Ну, они штатные звуки использовали, но ничего выдающегося. Так и «Скигуль». Они там что-то сами рулили с синтезаторами. Единичку я им поставил. «Волшебник изумрудного города» и «Белкая стрелка по нолям». Ну, «Волшебники изумрудного города» просто еще не использовали синтезаторы так массово. Значит, и у силы единицы. Никому я трояк не поставил. Никто ничего выдающегося такого не сделал, гениального. Значит, грамотность голосоведения. То есть, туда ли у нас идут голоса. Вот там, бах, все придумал, написал. Правильно ли они у нас идут? Ну, смотрим. Значит, «Атака титанов-2», «Токийский гуль-2», «Волшебник изумрудного города-1». Они все правильно сделали, но скучно. Значит, «Белкая стрелка» – «Скучно» в данном случае – это термин. Это значит, что они сделали вот прям хрестоматийно. А хрестоматийно делать не стоит. Потому что интересов при прослушивании нет. Ты все предугадываешь наперед, куда они пойдут. Ну, «Белкая стрелка» тоже один. А у «Сила» все очень хорошо, у него двойка тоже. Штраф за прямолинейность. То есть, ну, подчеркивание того, что уже есть. Грубо говоря, три раза нота «До» звучит в одном аккорде. А так нельзя. Значит, «Евангелион-2», «Атака титанов-1», «Токийский гуль-0», «Волшебник изумрудного города-2», «Белкая стрелка-1» и «Сил-0». Следующий. «Евангелион-1», «Вокальное мастерство-1», «По всем по нотам попадает». На два балла не тянет, но по всем нотам попадает. Ничего там мимо нет. «Драйв-вокала» никакого. «Динамика» ну да, громче, тише есть. «Пианофорта» нет. «Многоголосье» из трех баллов, два балла они набрали. Ну, все-таки там два-три голоса у нее там встречаются. «Артистизм-исполнение» вообще никакого, как на «Сальфержио», как в школе. «Атака титанов». Значит, «Вокальное мастерство-1 балл». Ну, там хором громко кричат. Вот ничего не скажешь. «Драйв-вокала» абсолютно то же самое, что у «Евангелиона». «Динамика» три балла. Да, там если громко, то так громко, что потолок обваливается в студии. Не то же у меня дома, в студии потолок обваливается. «Многоголосье» тоже два из трех баллов. И «Артистизм-исполнение» ну какой там артистизм. Ну, в атаку идут люди, на музыку причем. «Токийский гугль». «Вокальное мастерство» два балла. Я бы, может, поставил и больше, но уж очень специфический по звучанию голос. И я не могу оценить, насколько здорово он поет. Очень специфический голос. Значит, «Драйв-вокала» полный порядок. Там вообще я прям, я когда слушал, я ехал в машине, я заплакал. Настолько, серьезно, настолько круто это исполнено. Я сейчас слушаю, хожу и слушаю. Настолько меня группа это пробрала. И мне очень нравится, что я ни слова не понимаю. Значит, многоголосья. У «Токийского гуля» нет вокального многоголосья. Там поет, да, там поет один вокалюга этот и все. Причем меня удивило, я посмотрел концертное исполнение, он поет вот просто штрих в штрих. Даже не нота в ноту, а штрих в штрих поет. Просто вот молодец огромный. Это, ну, редкое мастерство. Там мои любимые вокалисты, вот я там из трех двое, они вообще ничего спеть не могут на сцене вживую. Значит, артистизм исполнения. По полной программе. Все вот по полной программе выкладывается. Дальше «Волшебник из «Умрудного города». Вокальное мастерство. Мимо нот не поют. Ну, а по возможности. Значит, драйв вокал. Ну, какой там драйв вокала. Динамика. Никакой динамики. Многоголосье. Нет многоголосья. Артистизм исполнения. Есть артистизм. Можно было бы даже два балла поставить, потому что поют настоящие артисты. Это все-таки, ну, так называемое актерское пение. Есть там артистизм, там все хорошо с артистизмом. «Белка и стрелка». Вокальное мастерство. Ни одной ноты мимо. Но опять, как на уроке с Альфиджио. И такой, меланхолия такая. Значит, драйв вокала. Никакого. Динамика. Никакой. То есть, там вообще никакой динамики за все произведение. Вот они начали. Три минуты пропели. И я не понял, что это было вообще. Где там форты, пьяны. Штриха нет. В этой вселенной не существует понятия штрих. Значит, артистизм исполнения. Ну, когда меланхолик поет вот от начала до конца все одинаково. Вот с Альфиджио. Вот он стоит в музыкальной школе, вот такой вот в третьем классе. Ну, какой тут артистизм? Сил. Ну, да. У Сила вообще все очень хорошо. Он по максимуму здесь. Вообще все взял по максимуму. Потому что совершенно фантастическое исполнение. И здесь, собственно, говорить не о чем. И глубокое проживание. И у него еще чувствуется, что с этой песней он носился 6 лет. Вот это прямо чувствуется. Это прямо такое выстраданное. Следующее. Можно? Разнообразие стилей. Ну, тут все одинаково. Вот. Результаты исследований. Приговор. Приговор. Значит, положительные штрафные баллы. У нас есть штрафные баллы. Значит, Евангелион 19 баллов. Атака Титанов 32 балла. Токийский Гугль 46 баллов. Волшебник изумрудного города 21. Белкая стрелка 15. Сил 44. Я сам был поражен тому, что японцы побили одного из моих любимых музыкантов. Я был поражен. Я вот честно мерил все. Теперь мы запутали. Вот. Ну, побил. Побил это, конечно, ну, не очень уместное тут выражение. Да, но то, что оказалось, что при довольно честной для вот этого исследования линейки, вот для вот этих вот принципов, оказалось, что японские ребята, которых я вообще никогда не слышал, что они оказались просто очень сильными. Ну, тут там плюс-минус три балла, это же роли не играют, да? Ну, что они оказались на уровне с одним из мощнейших таких музыкантов? Почему я еще силы брал, да? Потому что это не рок. Вообще не рок. Меня бы могли объявить, что вот дядя Леша там сказал, что вот давайте там по дремтеатру сравнять все. Нет. Нет, вот он не рок. Значит, штрафные. Евангелион, конечно, отличился. Ну, тут, ну, что поделать. Ну, вот они столько штрафов набрали. Общая сумма. Вот у нас получается, значит, общая сумма. Без штрафов у нас сил и такийский гуль. Так. И дальше, значит, они по местам распределения дальше. Давайте посмотрим. Ну, вот по местам распределения. Группа. Значит, мне очень интересно, что они название свое начали с той буквы, звука, обозначающего которой, нет в японском языке. Да, 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 да. Очень интересно. Давайте дальше. Теперь выводы. Я был удивлен. То есть, я когда собирался проводить это исследование, я думал, что, ну, сейчас я окуну их, значит, там, и покажу им на причитающееся место. Оказалось, это неправда. Оказалось, что в аниме очень большое разнообразие качества музыкальных текстов. И они сами по себе стилистически разнообразны. Это очень интересно. Значит, причем есть тексты, которые представляют и интерес с точки зрения слушателя, и интерес с точки зрения человека, подкованного в музыке, и интерес с точки зрения человека, который хотел бы разобрать музыкальный материал, узнать что-то о том, как можно делать по-другому. Иначе, чем он привык. Значит, что это дает? Я скажу только про «Токийский гуль». Я не посмотрел, мне не было времени у меня посмотреть это кино. Значит, но что я могу сказать по поводу музыки? Значит, да, вот тут написано, да, есть абсолютно банальные произведения там. Это да. Значит, есть поделки такие. Но я скажу так, что такого качества музыки, за исключением советских времен, когда та же Губайдулина писала, когда писал Шостакович, Шостакович писал музыку для анимационных фильмов, а такого разнообразия у нас и близко нет. И такого качества музыки, к сожалению, к огромному, близко у нас нет. Дальше. К чему это приводит? К тому, что в то время, как японцы, как минимум этими опенингами, развивают в своих детях абстрактное мышление, мы прививаем какую-то меланхолию и сюсюканье. И если мы возьмем, например, Маугли, которому музыку написала Губайдулина, где прямо утороп берет от того класса и от того, что открывает музыка София Асгатовна, то сейчас мы готовим каких-то даже непотребителей, а Бог знает что. Если мы хотим, то есть с этим надо что-то делать, это надо исправлять вот эту ситуацию. Если мы хотим, чтобы у нас росли в стране математики, конструкторы, те люди, которые способны идти вперед и творить что-то, я не говорю о том, что все мультфильмы должны нести такую музыку, как в Токийском Гуле. Совершенно не обязательно все на прог-рок, на мат-рок сводить. Там математический рок, там очень много таких сложных абстрактных вещей. Но нужно вернуться к нашим истокам во многом, к тем временам, когда снималась, например, почта Цехановского, и музыку к этой почте писал Шостакович. Шостакович это композитор, который формировал мышление. К чему привело то, что писал музыку Шостакович? Мы сформировали поколение, которое не только смогло победить в Великой Отечественной войне, ну это ладно. Мы сформировали поколение, которое смогло запустить в космос и первый спутник, и человека, и достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами. А сейчас, когда мы начали сюсюкать, тоже там 40-50 лет назад, мы получили, в общем, людей, которые с трудом сейчас пытаются сделать среднемагистральный самолет. Это неприемлемо. Нужно выходить на какой-то гораздо более высокий уровень, на высокий уровень сложности, и с детства готовить людей к тому, что мир сложный. С детства готовить людей, возвращаться к Шостаковичу. Вот что нам нужно. Я не говорю о том, что давайте там все японское брать, или там американское. У нас свое есть, у нас Шостакович, у нас Эдисон Денисов, у нас композиторы есть, которые еще живы, Губайдулина жива. То есть она очень старая, там под 90-летие. Вот. Но у нас еще школа вот эта сохранилась. Надо как-то вот опомниться. И это я сделал, вот выводы я сделал, просто анализируя японское кино. Я не, опять-таки, это далеко не полная подборка, конечно. Это всего-навсего там три фильма, три опенинга. Но я случайно вот выбрал эти три картины, и вот что я увидел там. Так что, да, помните о том, что мы живем не в стране инстасамки, а в стране Шостаковича. Вот. Но это не грустная, мы все поправим. Мы живем в великой стране, и да, Шостакович вернется. Ну, в смысле... Кстати, очень рекомендую первый фортепианный концерт послушать. Вот очень рекомендую. Прямо вот так мозги вправляют.